Вы должны понять, что безмолвие – это не ум и тело. Мне важно, чтобы вы отделились. Вот мысли – это мы все эти, а это вы. Очень четко видишь, что ум твой – это не ты. Он может что-то бубнеть. Если тебе надо, ты взял, подумал. То есть ты управляешь своим умом, ты становишься, наверное, сознанием. Это не то, что ты вообще полный штиль. Когда надо, ты думаешь, но ты осознанно думаешь. Ты используешь его как инструмент, но он не владеет тобой. Ты его осознаешь. Когда тебе нужно думать, ты думаешь. Но этот процесс, ты не отожестляешься в этот момент. Ты не есть ум в этот момент. Это просто часть тебя, она функционирует. Затихание эмоций, анализа. Вот это погружение от этого суеты идет на глубину. Оно как будто все замедляется, а то относится к времени. Но оно замедляется, но не относяться к времени. Как это объяснить? Ну вот если погружались в бассейне хотя бы на глубину, да, вот вы ныряете и вот стоите на мостике, да, и вы слышите, ну у вас все вокруг же такое оживленное, суетливое. А чем глубже опускаешься на глубину, тем звуки тише. Вода имеет совсем другую плотность. То есть меняется само ощущение воздуха вокруг. У тебя как будто глаза открылись, и все стало совсем по-другому. То есть тебе внутри стало все очень легко, просто. У тебя нету постоянной мысли-мешалки, думания в голове. А просто я иду по дороге, смотрю, ну вот оно дерево, вот оно дорога, вот я иду. И это все просто легко. В обычной жизни это не так происходит до пробуждения. Ты не просто идешь. Ты все, что видишь, ты все это анализируешь, обдумываешь и оцениваешь, и постоянно. То есть ты не можешь увидеть вот одно дерево, второе. Ты думаешь, вот это, наверное, такое более шероховатое, это, наверное, постарше, это какое-то сильно темно-коричневое, это посветлее, а вот это елка называется, а вот это сосна, а вот тут трава уже подсохла, а вот тут, наверное, уже дождь начнется. Ой, а что мне завтра нужно сделать? Ой, а что было вчера? Вот вчера я что-то подумала, не додумала эту мысль позавчерашнюю, еще какую-то постоянно вот этот вот анализ, оценивание в голове происходит всегда. И когда это все происходит, ты не видишь, не ощущаешь того, что есть на самом деле, ты не находишься вот в этом, то, что сейчас есть. Когда этот момент произошел, у тебя просто щелк, все пусто, и ты понимаешь, вот я как раз сейчас, вот в этой секунде жизни, которая происходит на данный момент. И ты вот сам себе, получается, своим вот умствованием и представлением жил в какой-то воображаемой тебе жизни. Даже не в настоящий, а либо ты встроил планы о будущем, либо переживал за что-то там прошлое, либо постоянно одну и ту же мысль гонял. То есть туда ты уже никогда не захочешь ни за что. Это дает свободу быть самим собой, быть тем, кто ты есть. До этого человек думает, что думает об этом, думает о том, кто он есть. Думает, у него определенные ассоциации есть с национальностью, с культурой, с религией и подобными вещами. Но когда происходит пробуждение, он видит, что он есть как некое чистое сознание. И это дает свободу от всех представлений. Он не зависит от каких-то оценочных суждений, об обвинениях. Будут его от определенных каких-то концепций, мир устроен так или не так. У него появляется свобода. Вы ничего не потеряете в мире форм, ребят. Вам предлагается другое качество восприятия этих форм. Вот что вы там найдете. Никто вам не говорит, что вот это плохо, туда не надо. Но если вы поймаете вот эту суть, то вы тогда можете во всем видеть эту суть. Плохо будет или хорошо. Вот внешне моя жизнь никак не поменялась, да? Внешне я такая же и так же живу, и ничего в принципе не изменилось. Но внутренне изменилось все. То есть сейчас я почти все время нахожусь в состоянии внутренней тишины. Мне комфортно, мне хорошо, мне спокойно, мне радостно. Мне хочется петь. Я чувствую внутри себя жизнь и снаружи. Я люблю людей. Ну то есть вот просто хорошее, комфортное состояние, когда ты не думаешь, а что там будет потом. Ты ни о чем не переживаешь, потому что ты доверяешь своей жизни. Ты знаешь, что оно о тебе заботится и желает тебе добра. Все, не надо вообще ни о чем волноваться. Все страхи ушли. У меня раньше было очень много страхов, каких-то беспокойств. Вплоть до того, что панические атаки были временами. Да, это жутко вообще. Да, ты вообще сам себя не контролируешь. Ну разве это жизнь? Когда ты реально думаешь только о том, что, не знаю, там, дожить до какого-то возраста, и быстрее бы все закончилось, и все, и умереть. Ну что это? Это жесть. Ужасно. Ну да. А сейчас я просто радуюсь самым простым вещам, любым, и мне хорошо. Когда ты, например, кого-то просто любишь, либо когда тебе радостно, ты это ощущаешь, ты в этот момент как бы не думаешь. Но в жизни это очень мимолетное состояние, и все понимают про вот эти вот состояния, когда тебе просто хорошо. А когда ты просыпаешься, то это состояние вот твое, просто счастье обычного, вот этой радости, оно очень глубокое, и оно постоянное. То есть ты живешь в постоянном счастье? Постоянном счастье? Ну после того, что было до, наверное, да. А вот личность осталась? Я не ощущаю никакой личности в себе. То есть у меня нет такого ощущения. Я просто помню еще, как это было, как я это ощущал. Есть только восприятие происходящего. Но при этом я ощущаю, что внутри как бы сохранились какие-то привычки ума, я бы так это сказал, да. То есть какие-то, ну как бы, вот он там 20 с лишним лет, он жил в одном русле, но привык как бы, да. И ты вот это видишь, как вот некие берега какие-то, да. Вот они есть, у них есть какая-то структура какая-то, да. Но ты сам не берега, ты вот этот поток, как бы, да. И все, что происходит, это постепенное какое-то размытие этих берегов. И вот этот поток, он поднимается над ними, заполняет их. То есть это все куда-то уходит, куда-то, как будто этого и не было. С точки зрения личности, ты перестаешь себя воспринимать обособленно, разделяюще, вот отдельно ото всех, да. То есть вот есть какое-то единое восприятие со всем, что происходит, со всем окружающим миром, со всеми людьми, вот какое-то единство. Но остается какая-то индивидуальность. Твоя личность, это как некий фильтр. И все, что происходит вокруг, ты смотрел через этот фильтр. А сейчас этот фильтр остался, но он как размылся, и ты, чистое у тебя идет восприятие происходящего. А вот эта вот личность, твоя фильтр, это как раз твой опыт, который ты в жизни, все события, которые у тебя были, проходил и оценивал ее и с точки зрения своего прошлого опыта. То есть если ты, допустим, проходишь по дорожке, там собака бегает, она тебя укусила, ты второй раз идешь по дорожке, опять эта собака, то третий раз ты ее увидишь, там может уже она и не кусающая собака, а ты все равно будешь бояться, и любую жизненную ситуацию ты будешь оценивать с точки зрения прошлого опыта с вот этой своей личности. А так у тебя вот это все ушло, вот эти все там умствования, какие-то прошлые события, все равно вот этот твой багаж прошлого ты постоянно тянул с собой до пробуждения. После пробуждения это все отвалилось. При личностном росте ты остаешься собой, ты остаешься личностью, то есть у тебя совершается рост личности, да, исходя вот из этого словосочетания. А здесь ты открываешь свою природу настоящую, то есть ты узнаешь то, кто ты есть на самом деле, без вот навязок умственных программ, навязок общества, давления и прочего. То есть ты видишь, кто есть ты, что есть реальность, и там настолько все намного легче, настолько все проще. Скажи, что сейчас происходит с твоей личностью? Она просто осознается как инструмент. Все эти качества, которые были наработаны до этого, они присутствуют, ими просто пользуешься. И также я вижу, что можно сюда что-то добавить еще. То есть, ну реально приобрести какие-то новые качества, пойти чему-то поучиться. Если есть такая необходимость для достижения цели, ну я вижу ее, и я намерен это делать. То есть личность будет развиваться тоже. Ну и откидывать ее нет. Есть просто цель. И это, под эту цель вот эта личность подстраивается. Уходит вот это разделение, что есть моя природа, которая борется с умом, борется с людьми. То есть борьба это уходит. Вот эгоизм чем проявляется, что это сознание борьбы. Мы постоянно с кем-то боремся, доказываем свою правоту, свои силы, я сильнее, кто-то слабее. А когда происходит пробуждение, то доказывать нечего. Некому чего доказывать. По сути, как бы все и так обладает одной природой. Ты понимаешь, что это все, это часть тебя. И уже с этой позиции ты не можешь навредить. Ты не можешь сделать больно самому себе. Вот я когда это прочувствовала, что это все, это часть меня, и ты не можешь сделать больно другому человеку, и ты просто хочешь, чтобы вот как можно людей жило в этом состоянии. Вот это любовь, вот это понимание, вот это бережное отношение ко всему, что есть. Потому что это все, это все часть тебя. У вас есть точка опоры, та, которая находится за пределами мыслей, чувств, ощущений, пониманий. Время, оно как бы сделано для удобства, а так для меня как бы времени или пространственного места нет. Это условности, которые были придуманы нами для того, чтобы функционировать в мире ума. Прошлое, настоящее и будущее, они уже существуют. Я ощущаю себя происходящим, тем, что есть. Ты есть все, что происходит, и внутри этого есть твое вот это вот маленькое тело.